Друзья, всем привет! Приветствую на своем канале. Меня зовут Родионов Михаил. Я тренер, который пробует кето-диету. Здоровая кето, с овощами, с почти 100 граммами углеводов в день. Иногда меньше, но, по крайней мере, 100 я стараюсь не превышать. И сегодня я хотел бы поговорить с вами про тренировки на голоде. Сейчас у меня уже получается шестая неделя высокожировой и низкоуглеводной диеты. И буквально три дня назад я увидел впервые на весах, я меряюсь на биоимпедансе. У меня весы, я понимаю, что это достаточно не точная информация, но, тем не менее, они показывают тенденцию. И мне этого хватает. Тем более я работаю с другими клиентами также с этими весами. Уже убедился, что, в принципе, плюс-минус килограмм, плюс-минус процент они показывают достаточно точно. Вот. И впервые, да, за вот эти все шесть недель, три дня назад я увидел прибавку мышечной массы. То есть до этого у меня мышечная масса по 200-300 грамм в день. Ну, не в день, а, получается, в неделю я мерялся раз в неделю. И по 200-300 грамм в неделю у меня мышцы уходили. Ну, то есть уменьшались мышечный компонент. Процент рос. Процент, когда я начинал, сел на высокожировую диету, у меня был 73-72-73 относительно. Общая масса тела, общая масса тела 76 килограмм была. Сейчас общая масса тела 69 килограмм, а процент мышечной массы стал 80. Но это процент. То есть он увеличился, а вот в килограммах я примерно полтора килограмма мышц потерял. То есть я терял каждую неделю по 200-300 грамм. Конечно, жира я терял больше, всех остальных компонентов терял больше. Так что, в принципе, это была достаточно адекватная потеря, тем более, что я тренировался. И поэтому мышечная масса каким-то образом пыталась сохраняться даже в период адаптации. Но вот что имеем, то имеем. Минус полтора килограмма мышечной массы на кето-диете за 6 недель. И только сейчас ощущение, что будет прибавка. То есть пошла мышечная масса в плюс. Почему это может быть? Ну, в первую очередь, скорее всего, прошел период адаптации. И организм уже перестроился больше на кетоновый тип топлива. И, соответственно, ему проще удерживать мышечную массу. И, возможно, даже он вернется. Плюс, ну, вернется, имеется в виду, вернет там эти полтора килограмма мышц, а может и больше. Посмотрим. То есть это интересно. Я сейчас поставил цель ближайшие 6 недель, наоборот, посмотреть на набор мышечной массы, постараться набрать. Почему я уверен, что что-то из этого должно получиться? Потому что тренировки вышли на лучший уровень выносливости. То есть я могу сделать больше объем работы. Скажем так, если раньше 3 подхода по 8 силовых, я имею в виду, движений, мне давались с трудом, с тяжестью. И я не мог сделать много мышечных групп за тренировку на углеводном, на глюкозном типе топлива. Я быстро уставал, быстро терял выносливость силовую. То есть сейчас я чувствую немножко по-другому себя. Немножко это мягко сказано. То есть все тренировки, они становятся более продуктивными. Я меньше устаю, меньше закисляюсь на каких-то там прыжковых движениях, например. Могу делать больше, могу делать дольше, могу, соответственно, потихоньку начинать наращивать веса. Единственное, зачем гнаться я не буду, это за весами. То есть максимально силовые на жировой диете делать, ну то есть тянуть становую тягу, делать жим лежа с максимальным весом, прогрессировать в максимальном весе. Вот это я считаю как бы неразумно, неадекватно этому типу топлива, потому что он все-таки ближе к выносливости. Но если мы подтянем силовую выносливость, то по идее за счет объема должна накапливаться мышечная масса, расти мышечная масса. Проверим, у нас есть целых 6 недель, и это прекрасная возможность проверить. А дальше будем посмотреть, что там, куда там это все нас заведет. Вот, сегодня что буду делать? Сегодня у меня будет 3 упражнения. Первое упражнение будет разновысокие подтягивания. Буду делать по 2 повтора в каждом раунде. Работать буду, как и в предыдущий раз, 20 раундов, 45 секунд на работу, 15 на восстановление в стиле табату. Вот, силовая выносливость, значит, 2 раза подтянулся разновысокие так, 2 раза подтянулся разновысокие так. Затем у меня будет 2 жима. Гиря у меня сегодня 16 кг. Классические 2 жима, 2 правой, 2 левой. И затем я постараюсь сделать еще по одному пистолетику. Хотел по 2, но я понимаю, что я по времени буду уставать, то есть не вывозить. По одному пистолетику на каждую ногу с дополнительным весом, с той же гиркой в 16 кг. Вот, в принципе, и вся моя сегодняшняя тренировка. Ну, а поговорить я хочу про тренировки на голоде. В принципе, давайте вступление короткое сделаю. Тренировки на голоде. Я абсолютно двумя руками за. Почему? Я считаю, что тренировки на голоде, когда вы, например, покушали, вчера вечером поужинали, потом проспали, а потом тренируетесь, неважно, в обед, утром, либо вы позавтракали, потом пропустили обед и тренируетесь вечером. Да, это тоже будет считаться тренировкой на голоде. В общем, если у вас прошло примерно 8-9 часов между последним приемом пищи и тренировкой, по факту это практически тренировка на голоде. Или 12 и более часов прошло, это еще лучше. Вот. В чем польза? Ну, первая польза такая, что вы помогаете организму перестроиться на новый тип питания. Тренировка подстегивает анаболические гормоны, тот же тестостерон, тот же гормон роста. Эти гормоны активнее вырабатываются на тренировке. Опять же, уровень этих гормонов стабилизируется на более высоком среднесуточном уровне, и это помогает вам чувствовать лучше. Это, именно это помогает нам лучше восстанавливаться в дальнейшем от силовых. То есть, то, что я говорил про восстановление, я связываю это с тем, что уровень анаболических гормонов среднесуточный поднимается и поднимается, в том числе тренировкой, тренировкой на голоде. Вот. Второй большой такой глобальный плюс, вы чувствуете себя, просто я сидел на интервалке и без тренировок, но я был на глюкозном типе питания, и, в общем-то, я и подумать не мог о тренировках, потому что между периодами пищи я был в состоянии, ну, очень неадекватном. Усталость, тяга к сладкому, тяга к пище, такое вот прям голодное состояние, хочется постоянно что-то в рот себе закинуть, и, конечно, головные боли. То есть вот эти моменты, которые, ну, они не прибавят комфортности, если вы пойдете тренироваться, то есть это никуда не денется. Вы будете тренироваться, ну, какая сила воли должна быть, чтобы вы тренировались. Здесь совсем другой эффект. В жировом топливе вы чувствуете себя комфортно, голова не болит, животу комфортно. Вообще тренироваться классно, не на полный живот. Я почувствовал кайф тренировок не на полный живот, а наоборот на пустой желудок. Это круто, это круто. Кстати, сегодня я тренируюсь не на голод. Сегодня я завтракал, и ничего страшного на самом деле. Завтрак у меня был неплотный. Там грамм 80-100 сыра, грамм 40 лаваша и 3 яйца. В общем-то, весь мой завтрак. Чашка кофе. Итак, давайте я приступлю к тренировке и потихонечку что-то где-то буду рассказывать. Интересно посмотреть, как у меня с тяговыми движениями пойдет, потому что на самом деле с жимами пошло хорошо. Теперь мне нужно подстягивать тяговую ветку. Таак. 30 секунд на тушь, мой. И один пистолетик на кашу дону, мой. Ага, не успеваю. Ну что, сейчас разойдусь. 2-2, 2-2. И практически нон-стопом. Потихонечку. По факту третье движение, конечно, добавлять пока рановато. Р加. Рау. 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 Хочется больше отдыхать. Надо, надо больше отдыха. Надо, надо больше отдыха. Сейчас, пожалуй, сделаю отдых себе в раунд. Не вывожу. Вот. Ну, ничего страшного на самом деле. Третье. Просто три движения сложно комбинировать. Вот. Первые два пункта я вам перечислил. Это важные самые. Третий момент. Тренировка на голоде позволяет быстрее избавляться от подкожного жира. Это факт, ребят. Почему? Потому что питательных веществ в организме нет. И организм использует подкожную клетчатку. А в моем случае висцеральный жир. То есть, интересно так, когда все это начиналось. Я и не думал, что я перейду на кето-диету. Не думал, что у меня будет питание высокожировое. Потому что все, что я хотел, это сделать плоским свой живот. И вот, когда я начал изучать тему, почему бывают люди худые, но с животами, я наткнулся на инсулинорезистентность. И вот отсюда уже пошла вся эта канитель с жировым питанием. Потому что надо было стабилизировать среднесуточный инсулин. Как это сделать? Узнаете. Не принимать углеводную, белковую пищу. Белковую отдельно от жиров, имеется в виду. Снизить. Убрать сахар. И увеличить промежутки. Между приемами пищи. Что делать, если вы только перешли на высокожировое питание? Да и не важно, какое бы тип питания вы не выбрали. Просто другая диета. Когда вы переходите на другое питание. Вам важно... Что сделать? Вам важно адаптироваться. К новому виду топлива. К новому... Режиму питания. Обязательно адаптироваться. То есть... Было для меня очевидно и понятно, что... С первого же дня... Перехода на новое питание. Я не смогу так же эффективно тренироваться. Не говоря уже о том, чтобы увеличивать производительность. То, что я сейчас делаю... Даже то, что я сейчас делаю. Всего спустя 6 недель. Это... По производительности. По выносливости. По восстановлению между раундами. Это... Лучше... Чем то, что было у меня... Тот уровень, который я имел. Ну, собственно, почему я видео-то снимаю, да? Я предполагаю, что... Будет заметный результат... От тренировок. И поэтому... Наглядно стараюсь снимать почти каждую тренировку. Чем то, что будет интересный. Вдруг кому-то это будет полезно. Это тот вариант, когда вы можете сказать, что... В 35 лет Я узнал о своем теле много нового. Что оно может... Быстрее восстанавливаться. Дольше работать. Оно может работать в отказ. И я не буду думать о том, что я... Сдохну после тренировки. Понимаете? Что я заболею. Человеки осенили. Нужно кормить семью. Вы же понимаете, что тренировки это... По большому счету так, баловство для себя. Ну, я имею в виду... Те тренировки, которые я... Делаю. Это все направлено... На какие-то личные цели и амбиции. Но это никак не связано... С тем, сколько денег... Я принесу семье... Сыновьям и мне... Да, с пистолетиками отлично. Интенсивность в разы выше. Опять же, не рискнул бы делать так. Сразу... Крупные мышечные группы... В одном... В одной тренировке соединять пистолетик и подтягивание... Я бы раньше не стал бы это делать. Сегодня соединяю. И думаю, что все получится. Будет хороший анаболический эффект. Да, пошли дальше. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Это лучшее усвоение... Питательных веществ из пищи. Благодаря тренировкам на голодание. Звучит странно, но в медицине я нашел там подтверждение. Сейчас приведу аналог. Аналог будет такой. У меня есть видео про вакуум. Где я рассказываю про то, что вакуум я сделаю для... Того, чтобы организм лучше усваивал кислород. То есть, работаю над дыхательными системами. И вот здесь прямая связь, как на задержке выдоха. Вы пытаетесь продержаться как можно дольше и стараетесь, ну скажем так, создать условия для организма, чтобы он адаптировался к меньшему количеству кислорода. Вот с тренировками на голодание то же самое. Вы создаете условия, чтобы организм адаптировался к меньшему количеству еды. Понятно, что она богата и микро, и макро нутриентами. Но чтобы он из меньшего количества нутриентов больше брал. Вот в этом суть. Поэтому да, тренировки на голоде полезны. Есть еще один момент, пятый. И про него я сейчас тоже расскажу. И это тоже важный момент. Тоже важный момент. И тоже я выделяю его один из основных и прочувствовал на себе. Сейчас сделаю. Тяжело уже, тяжело на самом деле, ребят. Я все-таки не машина, я просто... 39-летний старичок-любитель, тренер, который, в общем-то, ничем таким тяжелым не занимался в жизни. Так вот, пятый момент – это связь момента с гормонами. То, что увеличивается продукция гормона роста, пептидного гормона. Вот. И этот гормон позволяет нам залечивать старые травмы. Для спортсменов это важно. Я буквально полгода назад сильно повредил лодыжку. И вот не побоюсь сейчас так шутку-нешутку сказать, но если бы на кету я не перешел, она бы у меня болела бы и болела. Благодаря тому, что я снизил инсулин, то, что на жирах питается, благодаря тому, что раздвинул периоды окна между приемами пищи и тренировался на голоде, я начал замечать, что у меня боль в лодыжке начала уходить постепенно. Это не произошло вот так, по щелчку пальца, и у меня новое тело. Но везде, где я чувствовал дискомфорт, в плече, в колене, когда ты крестообразную связку надрывал, в тазобедренном суставе был подвывих. Да? То есть все вот эти вещи, все эти вещи тревожат все меньше. Вот. Этому опять же есть объяснение. С медицинской точки зрения, даже если вы не... Даже еще в СССР такое было, лечебное голодание. Даже если вы не тренируетесь, а просто голодаете. Где-то сутки, либо 36 часов, вы значительно увеличиваете продукцию гормона роста. И это позволяет вам восстанавливать ваши суставы. Вот, в общем-то, и все. Тренировка на голоде позволяет дополнительно стимулировать выработку гормона роста. И привет! Хорошо. Исправно работающее тело. Так что вот так, ребят. Видите? Пять плюсов я вам перечислил. Тренировок на голоде. Простите, что все так рвано. Наряду с тренировкой. Мне вот захотелось выбрать такой формат подачи информации. очень наглядный. Демонстрирующий, что все возможно. Даже на самом деле в таком достаточно позднем возрасте. 35, понятное дело. 45 бы мне было лет, да? Я бы очухался о том, что у меня инсулин надо понижать. Собственно, я был бы в другом теле. И... все это было бы... имело бы другой вид. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Еще по пятому пункту дополнение сделаю Я ведь когда Повредил голеностоп Ну то есть вот здесь связку Повредил как выпрыгиваниями С двух ног с пола На одну ногу прыгал Когда повредил Через наверное месяц Как сильные боли прошли Так беспокоило в некоторых движениях Но сильно не болело Я активно делал пистолетики с утра Каждое утро И сейчас делаю Это моя разминка Со своим весом Пистолетики я это рассказывал Отжимания пистолетики с утра делаю Вот У меня была какая мысль Я знал что любые тренировки Повышают гормон роста Ну то есть Любые тренировки будут способствовать Выделению анаболических гормонов И быстрее заживление произойдет Я это знал Но так как Обладал повышенным уровнем Ну или может быть не повышенным уровнем инсулина Честно говоря я не знаю Насколько он был у меня повышен Потому что когда сдаешь инсулин Натощак Он в принципе в пределах нормы Норма там высокая Раздутая 8 по моему инсулин у меня был Это типа пределы нормы Но я уверен что среднесуточный инсулин Сейчас гораздо ниже Сейчас во первых вообще он упал На единицу Да Вот с восьмерки Но Среднесуточный он явно ниже А Фишка с этими гормонами Анаболическими инсулинов То что если Инсулин Повышен Ваши анаболические гормоны Понижены Это две баррикады Посмотрите видео про гормоны Я это все наглядно там Показываю Да что ты Клонит влево и все Так что ребята Такие дела Мой исключительно Положительный Рекомендационный совет Тренироваться на голоде Но Чтобы начать тренировки на голоде У вас также должно быть отсутствовать Симптомы низкого сахара в крови Никакой тресучки Никакого понизанного повышенного давления Вы абсолютно нормально себя чувствуете У вас не должно быть головной боли Тренировки на голоде Это так себе удовольствие В смысле Подождите Тренировки на голоде Это удовольствие на тренировке на голоде с головной болью – это неудовольствие. У вас не должно быть неприятных ощущений в желудке. Самое лучшее ощущение в животе я испытываю, когда кушаю раз в 12 часов. Поел, 12 часов не ем, потом ем. Описывал в прошлом видео, повторяться не буду. Пищеварительная система за 12 часов полностью вырабатывает себя и новый прием пищи, и у вас никогда нет вздутия, никогда нет дискомфорта, бурлений, вращений, криктений в животе. Вы чувствуете себя всегда классно. Сказал, нормальное самочувствие. Нет низкого сахара в крови, нет этого состояния. Вы должны это переболеть, когда переходите. Адаптация должна пройти. Не должно быть головной боли и головокружений. Слабости, давайте отдельно это выделим. Никаких бурлений в животе, вот четвертый пункт. Никакой слабости. То есть, если вы и так слабость чувствуете, то есть, буквально вас ветром шатает, ну зачем вам тренировка? Идите нормально, поспите, восстановитесь. Я не знаю, посмотрите сериальчик. Не хомячите только. Если что, мой совет по перекусам, если вам хочется есть в период адаптации, пейте кофе со сливками, либо пейте обычное кофе, кушайте арахисовую пасту. Две ложки арахисовой пасты соленой, обычной, там где 10-11 углеводов на 100 грамм, не поднимает инсулин. В двух ложках порядка 3 грамм углеводов инсулин не поднимется. И последний, пятый момент. Используйте или применяйте принцип постепенности, умеренности, то есть нагрузки, постепенного повышения нагрузки. И обязательно отслеживайте свое состояние после тренировки. Для меня характерным и ярким событием стала сегодня у нас пятница, а в начале этой недели, в воскресенье, или в конце прошлой недели, в воскресенье, можно так сказать. У меня была сильная такая интенсивная хит, что называется, высокоинтенсивная интервальная тренировка с весом, то есть там были выпрыгивания, мы делали выпрыгивания, по 40 выпрыгиваний за 45 секунд, потом сразу шла становая или мертвая тяга, потом шли вертикальный жим, жим стоя, армейский жим, потом пресс и езда на велике. Вот, 45 секунд, все это было. То есть, получается, один раунд длился примерно 5 минут, было 8 раундов нон-стопом, нон-стопом, нон-стопом. И вот я, когда это сделал, тренировку, я думал, блин, все, завтра у меня там все тело будет крепировано, то есть крепатура, жуткие боли мышечные и все такое. Ну, то, что я чувствовал обычно на глюкозном типе питания. Вот, что произошло в понедельник утром, я проснулся, я замечательно себя чувствую, ну, чуть-чуть не выспался, да, но в целом, как бы, я чувствую себя хорошо, крепатуры нет, боли нет, и я в понедельник же иду и делаю силовую тренировку. То есть, понимаете, вот ярким для меня событием было то, что я провел сильную тренировку, и на следующий день чувствовал себя хорошо. Я не скажу, что я поршал, как бабочка, да, ну, легкости супер не было, но состояние было нормальное, нормальное, то есть не было какой-то тяжести, мышечной боли, вот, а раньше у меня это все было. Поэтому вот на это обращаем внимание. Это ключевые, наверное, ключевой фактор, когда вы начнете действительно поднимать интенсивность и делать ее в разы выше, потому что вы уже почувствуете уверенность в себе. Это не нужно слушать меня, да, не нужно слушать кого-то, это нужно почувствовать самому. И когда вы внутри уверены в том, что нагрузка ляжет хорошо, что вы восстановитесь, и неважно, поспали вы, не поспали, у меня сейчас маленький ребенок родился, вот буквально ему шестой день, то есть я за два раза за ночь могу просыпаться, и ничего, ребят, иду, тренируюсь, нормально. Почему? Потому что это то, как работают ваши гормоны, то, насколько правильно у вас баланс гормонов, гораздо важнее, чем, например, тот же, ну, прерывистый, не прерывистый, все равно я сплю, да, проснулся, уснул, проснул, уснул, ничего в этом страшного нет. Раньше бы такая ситуация не то, что мне тренироваться не позволила, я бы просто тупо слег с какой-нибудь РЗ, то есть я бы заболел. Поэтому, друзья, ну вот как-то так, мой опыт такой, да, а вы думайте сами, решайте сами. Забью еще в последний раунд, я и так их меньше сделал, чем 20. Зато, по-моему, рассказ получился достаточно содержательный. По красоте. когда не спешишь. Ну и, кстати, таймером почему пользуюсь, он немножко подгоняет, он не заставляет, он заставляет меня расслабляться. Все, ребят, всем спасибо, пока-пока.